Премии Азербайджана Дину Тумаркину Лично для меня Дина Иосифовна очень знаковый человек, я не знаю, помнит она или нет. Когда я была студенткой и зашла в русский драматический театр, где впоследствии я и работала, мы встретились с Диной Иосифовной, и она начала мне рассказывать о драматургии и спросила меня по ходу, как бы, между прочим, знаю ли я пьесу Тенесси Уильямса «Трамвай желания». Пьесу я тогда не знала, но, естественно, я сказала, Дина Иосифовна, естественно, ну как же, как же, естественно, знаю. Мы продолжали разговор, она говорила о взаимоотношениях в пьесе, о конфликте, и по ходу так хитренько меня спросила, и что там было дальше в сюжете? Я не знала, что было дальше в сюжете, и тогда очень замечательная и умная Дина Иосифовна сказала золотые слова, никогда не стесняйся признаваться в том, что ты чего-то не знаешь. Вот так и живем. Спасибо. Жалко, что я вас не вижу. Добрый вечер, дорогие господинцы. Дорогие друзья. Что такое память? По-моему, память позволяет нам вспомнить все то, весь тот шлейф жизненный, который тебе принадлежит, и увидеть его под разными ракурсами. Вот прежде всего я хочу вам сказать, что я не бакинка, я деситка. Как сказал Леонид Ощутесов, каждый из тех, кто жил там, хотел бы быть деситом. Мне это довелось. Но с 1955 года я жила в Баку. Прослужив в театре около 40 лет. В окружении удивительнейших людей, замечательных мастеров, замечательных писателей, драматургов, простите, музыкантов. Мне довелось от имени республики во всех местах, вплоть до полуострова Ямал, читать стихи Самеда Вургуна, Азербайджан. У меня, в общем, большое счастье, что на пластинке вместе с Константином Симоновым и Самедом Вургуном эти стихи читаю и я. А сейчас маленький кусочек. Я ходил по горам, Я глядел меж лугов Журавлины очей твоих родников. Издалече выслушивал шум тростников И аракса ночного медлительный ход. Здесь я дружбу узнал И любовь, и почет. Можно ли мать у ребенка украсть? Никогда. Ты дыхание мое, Ты мой хлеб и вода, Предо мной распахнулись твои города. Весь я твой, Навсегда, всегда я тебе дан. Азербайджан, Азербайджан, Можно ли песню из горла украсть? Никогда. Ты дыхание мое, Ты мой хлеб и вода, Предо мной распахнулись твои города. Весь я твой, Навсегда, В сыном я тебе дан. Азербайджан, Азербайджан. Вот так случилось, Что последней ролью там была роль в пьесе Бампилова «Мать Иисуса». И однажды накануне отъезда в Израиль случилось просто какое-то потрясение. В финальной сцене я говорю, обращаясь, играя мать Иисуса Марию, я обращаюсь к несуществующему Иисусу и говорю, «Ты придешь, а я здесь, я жду тебя, я верю». И вдруг на сцену поднимается какая-то очень скромная, в своей опрятности, в своем каком-то святом выражении лица, с маленьким букетиком полевых цветов, женщина подходит ко мне, становится передо мной на колени и целует руку, а затем меня благословляет. Это был один из последних спектаклей моих в той жизни. Это было потрясение, потому что вскоре мы приехали на родину, в Израиле. И вы знаете, честно говоря, я думала, что я закрыла занавес за собой. Все, начинается новая жизнь. И вдруг, в первый же месяц меня приглашают в Бершевский театр. Здесь есть бершевцы, которые подтвердят, говорят, что я ни одной буквы не лгу. Сначала пригласили на роль в старомодную комедию, а потом, говорит директор театра, не сыграете ли вы в спектакле «Три сестры» по Чехову, нянечку? У меня широко распахнуты глаза. Я тогда знала собланутый шалом, по-моему, это все, что я знала на иврите, но сын толкнул меня ногой под столом и говорит, «Мамочка, выучишь!» и выучил. Мне дали педагога. Я очень много для нашей страны раз играла в этом спектакле, но что меня потрясло. Когда мы играли этот спектакль в Иерусалиме на сцене Иерусалимского театра, последние слова нянечки, там моноложик небольшой, «Эйн бауля мадам мею шармеме» не так заканчивается этот моноложик, нет на свете человека счастливее меня, я вдруг осознала, «Боже мой, я актриса русского театра, играю в пьесе Чехова на иврите в Иерусалиме в Израиле». И это наполнило меня такими ощущениями невероятными, я так произнесла этот монолог, сама себе удивляясь, что мне начали аплодировать мои коллеги за пулисьями, я не хвастую, я просто поняла, что я дома. А жизнь продолжается дальше, и что б ни случилось с тобой, приходится жить и даже смеяться, покуда живой. Покой принимаешь за благо, уже, жалев от потерь, ты вдруг понимаешь, отвага не в дерзости, а в доброте, не в яростном отрицании, а в вере всему вопреки, что вечно на свете касание души и заветной руки, что солнце твое не погасло, и небо синеет проем, и ты, наша жизнь, прекрасна в держалостном веке своем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ